Легион здесь, дорогие друзья! Всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем проходить NotExecliHero, или же не совсем герой. Сегодня вышел патч, который исправил некоторые моменты, но про перевод, конечно, не было ни слова. Ну, я всё-таки решил посмотреть, что там исправили, а вот всё-таки перевод тоже затронули, но просто не уточнили в патч-лисе. Ну и, к слову, обращаясь к тем, кто ждёт призрака, сегодня должен был быть... Но, вместо призрака оперы у нас теперь не совсем герой. Так что призрак оперы будет завтра, ждите, а может и не завтра. Но, в общем-то, когда-то будет, я всё ещё помню про него, я про него не забыл, всё будет, но не сразу. Ну окей, продолжаем проходить игру. Ну, если ты не против узнать о моей жизни, о которой особо и нечего говорить... Неубедительно. Пойду выкурю сигарету. Будь осторожна, если ты снова разжёшь огонь, как в прошлый раз. Вот дерьмо, я забыла. Затуши огонь! Это те нефтяные отходы, которые я недавно собирался убрать. Огонь потушен! Боже мой, теперь у меня испачканы обе стороны ботинок. Но всё же, к счастью, я не стал разжигать большой огонь. Это всё ещё остаётся проблемой. Огонь может вспыхнуть в любой момент. Ты прав. Дороги, залитые нефтью, это может обернуться катастрофой. Не могу поверить, что строительная площадка вот так избавляется от мусора на улицах. Увидимся позже, ребята. Ты уходишь? Оставайся сильным, дружище. Я добрался до безлюдного места поблизости. Я получил ваш сигнал. Это не Иэш? Кто это? Это агент Би-12. Извините, вы ошиблись номером, простите. Подключено к другой линии. Интересно, чем бы занимался этот парень, если бы он не был героем? Мои рабочие часы ещё не закончились. Может, мне самому стоит избавиться от этих нефтяных отходов? Если мы устроим настоящий пожар на этой старой извилистой дороге, это будет катастрофа. Нет правил, как жить в этом мире. В конце концов, он так сказал. Хорошо. Давай сделаем это. Мне нужно сначала разобраться с этой липкой штукой. Несколько мгновений спустя. Это не должно лежать на тротуаре главной улицы. Чуть дальше внутрь и... Готово. Фу. Наконец-то я от него избавился. Это успокаивает. Надеюсь, больше никаких случайных пожаров не случится. Теперь, когда с этим покончено, мне пора уходить. Куда? Боже мой! Ты напугал меня! Что ты задумал? Я отодвигал эти нефтяные отходы в сторону на случай, если начнётся большой пожар. Ага. Делаю добро для общества. Хотя мне было очень любопытно. Я случайно наткнулся на них по дороге домой. Правда? Время летит. Чем ты был так поглощён, что потерял счёт времени? Я действительно был поглощён работой. В последнее время ты ведёшь себя немного странно. Я? Такое чувство, что ты теряешь рассудок сильнее, чем обычно. Ты встречаешься с кем-нибудь? Какое это имеет отношение к тебе? Потому что мне любопытно. Романтические отношения – самая интересная тема в истории человечества. Даже с учётом этого, ты должен провести грань между личными делами и работой. И из всех этих людей, проходящих мимо нас, ты не знаешь, кто с Макс, а кто нет. Итак, ты говоришь, что ты беспокоишься, что я могу слить конфиденциальную информацию? Упс, ты меня поймал. Моя смена на сегодня закончилась, так что поговорим позже. Эй! Крис быстро ушёл. Этот маленький панк! Ты с кем-то встречаешься? Не слышал, чтобы кто-то об этом говорил. Это правда. В последнее время я встречал довольно много людей. Это не романтические отношения, но всё же... Особенно... Шашлычник. Его звали Зоу, и верно? Со вчерашнего дня мы с ним много раз пересекались. Он добрый и с чистой душой. Он очень хорошо общается со мной. Я не хочу слушать сказки или приключенческие истории о героях. Меня интересует твоя история. Моя история. Хм. Мне нужно немного поспать. Никогда не знаю, случится ли завтра что-нибудь грандиозное. Я и не подозревал, что на следующий день будут сожалеть о том, что сказал эту последнюю фразу. Никогда не знаешь, случится ли завтра что-нибудь грандиозное. Одновременные события. С Макс захватили три базовые приёма... Передающие станции. Боже мой. Дело 2 закрыто. И сейчас начнётся сразу дело 3. Пронзительный писк. Ох... Этот будильник... Мило. Вход в систему смотрителей. Текущая статистика смотрителей агента Б-12. 52 М.А.П. Выше среднего. Правило смотрителей номер 1. Каждое сказанное вами слово определяет ваш фи... Я это уже знаю! Страница 5... Страница рассмотрения дел. 5 новых сообщений. Ну, вчера было определённо тихо. Улика GS3B44. Ключевой материал для создателей усилителей... Это было вчера! Они встречаются в основном в усилителях... Очках ночного видения и лазерах, но... Анализируя соотношение чистоты и синтеза того, что было найдено вчера... Мы подтвердили, что они используются в качестве материала для глушилки. Глушилка... Они пытаются заглушить связь или передачу? А? Экстренный вызов. Вы там? Да, шеф. Роб... Ага. Что случилось? Одновремённые события. С МАК захватили три базовые приемопередающие станции. Захватили? Их немного, но они перемещаются систематически. Атака на систему связи, вероятно, является одной из их задумок. Задействовать Флэра? Прекратить общение? Это потом. Одна из основных задач сейчас... Это объединённая базовая приемопередающая станция в здании. Разве эта улица не рядом с нами? Я вижу её в окно! В настоящее время Флэр находится в трёх-четырёх километрах от отеля. Он отбивается от злоумышленников в нерв в билдинг. Как только они будут нейтрализованы, мы перейдём к фреймбилдинг. А пока обеспечить безопасность входа. Цель. Обеспечить безопасность входа на верхний этаж в фреймбилдинг. Обеспечить безопасность входа. Безрассудный выбор не принесёт никакой пользы. Давайте сверим информацию. Найдите план Флэр билдинг и отобразите его на экране. Загрузка. Чтобы попасть на верхний этаж. Что, если я поднимусь по внешним стенам с помощью проволочного пистолета? Подожди. Было подтверждено, что заложников минимум трое. Внешние стены просматриваются, поэтому заложникам может угрожать опасность. Если мы просто поднимемся по лестнице... Дело будет закрыто. Это и займёт слишком много времени, верно? Что, если нам использовать шахту лифта? О нет! Мы должны попасть на 25 этаж! Значит, мы не можем подняться с первого этажа. К тому же, лифт сейчас застрял между 28 и 29 этажами. И IT-компания тоже захвачена, поэтому я не думаю, что мы сможем добраться вовремя. Мы отбили вторжение в нерв-билдинг. Ага! Даже если не над нами шутят! Всё, что нам нужно сделать, это победить их! Куда выдвигаться дальше? Фрейм-билдинг на стендов-стрит. Понятно! Подождите немного! О нет, уже? Я не думаю, что есть выход. Что мне делать? Проверка предыдущего выбора. Давайте пока перейдём к месту происшествия. Что ж, у меня звонок по другой линии. Я вернусь через некоторое время. Думаю, мне тоже пора. Фрейм-билдинг находится довольно далеко отсюда. Мне позвонить в Uber? Как дела? Ты торопишься? Просто так получилось, что ты находишься прямо здесь. Мне не следовало волноваться. Что? Я имею в виду, что ты здесь как раз тогда, когда мне нужна твоя помощь. Поехали к фрейм-билдинг? Нет. В чём причина? Дорога забита. А? Откуда взялись эти машины? Я думаю, что их что-то задерживает впереди. Ах, вот почему. О, звонок. Мне пора убираться отсюда. Прости. Окей, увидимся позже. Я немного отлучился. Флэр в пути. Нынешняя ситуация такова. Машин очень много и движение по дороге очень интенсивное. Насколько интенсивное? Подожди, я проверю. Трафик небольшой, но полностью остановлен. Подожди, что это? Этот автомобиль направляется к фрейм-билдинг. Может быть, с помощью него Флэр на своём байке сможет запрыгнуть на верхний этаж? Сейчас на дороге стоит грузовик перед фрейм-билдинг. Если въехать на него на полной скорости на байке, то можно запрыгнуть прямо на верхний этаж? Ты с ума сошёл? Ты псих! Я согласен. Это безумная идея. Обожаю эти безумные идеи. Пожалуйста, не надо. Я бы не осмелился сделать это, если бы был в лёгкой броне, как обычно. Но сейчас я готов к битве в тяжёлой броне. Так что я готов. Если ты проедешь по грузовику как по трамплину, то даже если ты поедешь до полной скорости, по моим расчётам, это очень близко. Вероятность слишком мала. Если ты не попробуешь, то никогда не узнаешь. У тебя есть мужество? Ммм, ха-ха-ха. Вообще-то, я... Это был секрет. Но вчера я добавил себе ускоритель. Если тут ускоритель нитрометана, тогда это может сработать. Понятно. Тогда я готов попробовать. Подожди, вся дорога забита. Чтобы попасть на верхний этаж, ты должен держать полную скорость, пока не достигнешь трамплина. Короче, выбирай прямой путь, даже если он узкий. Обеспечить безопасность пути байка на этой перегружённой дороге. Райли, как ты думаешь, ты сможешь сдвинуть машину и освободить дорогу? Попробую. Я начну с кого-нибудь, кого знаю. Но я знаю не так уж много людей, кроме... А? Ты снова вернулся? Хочешь прокатиться? Эм... Сказав это, я бы сразу раскрыл, что я агент смотрителей. Если только нет доказательств приближения Флэра. Не бери в голову. Окей. Меня могут запотоваться, как агенты, если поймут, что я слишком хорошо знаю эту информацию. Примерно через две минуты Флэр выйдет на Стэндов Стрит. Мы должны как-то пробиться. А Райли, как ты собираешься сдвинуть машины? В прошлый раз я видел, как люди сами уступали ему дорогу. Нам нужно уступить ему дорогу. Нужно съехать в сторону. Они уступали путь, услышав шум мотоцикла героя. Если я буду транслировать шум мотоцикла через передающие устройства, мы сможем расчистить дорогу. Хм... Действительно. Но у нас нет времени. Обновление. До прибытия Флэра осталось 100 секунд. Мы должны правильно распорядиться временем. Что мне делать в первую очередь? Настройка трансляции займет около минуты. Ты знаешь ведущего в эфире? Сначала установи его частоту. Ясно. С каких это пор ты так стал вежливо со мной общаться? Я думаю так же. Конечно. Оставшееся время 90 секунд. Далее. Флэр, вы меня слышите? Кто это? Я занят! Если подумать, это первый раз, когда я связываюсь с Флэром напрямую. Как мне представиться? Агент Б-12. Не знаю, кто это. Позвоню позже. Ваш звонок завершен. Вот дерьмо. Я должен быть увереннее. Оставшееся время 65 секунд. Я потерял немного времени. Попробую перезвонить. Это я придумал эту безумную идею. Ой, веселый парень! У тебя есть еще одна безумная идея? Я использую ее! Дайте мне услышать, как вы заводите двигатель. Нир Том, можешь поднести микрофон к двигателю? К двигателю? Сейчас, секунду. Круто. Продолжайте, пожалуйста. Я не знаю, что происходит, но я сделаю то, что ты скажешь, веселый парень. Оставшееся время 65 секунд. Система вещания подключена. А? Этот звук? Это шум мотоцикла Флэра. Он в пути? Откуда он взялся? Я не вижу из-за машин. Он точно едет сюда? Люди узнают звук, но не догадываются, что нужно делать. Здесь есть один человек, который сможет помочь. Эй! Что теперь? Сколько раз ты будешь это делать? Что на этот раз? На самом деле? Я уже некоторое время слышу этот шум. Флэр едет? Да, съезжай в сторону. Откуда? Сзади. Серьезно? Ух, ну почему все стоят на месте? Подвиньтесь, мне нужно уйти с его пути. О, ладно. Этот человек. Не важно, что говорят другие. Хм, некуда двигаться. Но для меня это сущий пустяк. Ее такси едва успевает съехать с дороги. Вау. Я думал, ты его поцарапаешь. Ты хороший водитель. Люди сзади съезжают. Флэр, должно быть, едет в нашу сторону. Давайте уступим дорогу. Я... Я тоже должен остановиться. Дорога расчищена. На оставшееся время 45 секунд. О, подожди. Ааа, слишком тесно. Я не могу двигаться. Грузовик с едой застрял. Болин. Обновление. Грузовик шашлыком переграждает путь. Шашлычник. То есть Зоуи. Покупатель. То есть Трайли. Что не так? Я пытаюсь уйти в сторону. Но все остальные машины тронулись. И вот я застрял здесь. Перед ним стальные ворота. Сбоку есть место. Но небольшие ошибки он может застрять навсегда. Я хороший повар, но плохой водитель. Я совершенно не согласен. Но сейчас не время. Мы должны как-то убрать грузовик с дороги. Мне нужно попросить чью-то помощь. Мне нужен хороший водитель. Прошу прощения. Какого черта он все еще переграждает путь? Ты здесь как раз вовремя. Помоги нам убрать отсюда этот грузовик. Что? А? Слушай, это... Я обычно не вожу чужие машины. Я никогда раньше не видел, чтобы водитель Убера так колебалась. Он едет. Мистер Флэр! Уже? Почти на месте. Грузовик преграждает путь. Если он притормозит, то не сможет прыгнуть. О нет. У нас мало времени. Что нам делать? Мисс водитель. Вы можете помочь? Пожалуйста. Нет. Но ты хорошо водишь. Я хорошо вожу. Но если я поцарапаю чужую машину. Или разобью ее. Тогда это будет моя вина. Но... Ты единственная, кто может это сделать. То, что я могу. Не значит, что я должна. Я не думаю, что смогу ее заставить. Все кончено. Еще не все кончено. Вот почему все кончено. Коммуникационные системы во фреймбилдинг разрушены. Моя команда заметила, как Смакс покидают здания на планерах. Мы потеряли слишком много времени. Я думаю, кое-кто напортачил. Замолчи! А? У тебя здесь нет права голоса! Прекрати. Окей. Наша миссия выполнена, агенты. Место происшествия во фреймбилдинг зачищено. Я пойду. Ты потерпел неудачу. Лучше бы ничего не делал, как обычно. Тогда бы ты не облажался с самого начала. Дерьмо. Эй! Зовый. Да. Тебя видно издалека. Ты выглядишь как... Ты сильно облажался. Я не могу объяснить. Не надо ничего говорить. Я уже много раз облажался. Но в этот раз тебе не нужны никакие слова. Что бы ни случилось, просто будь собой. Как ни крути, это не важно. Потому что жизнь продолжается. Это немного обнадеживает. Ух. Дело три. Атака закрыта. Только мы провалили это дело. К сожалению. Надо было пробовать самому сдвинуть грузовик. Страница рассмотрения дела. 38 новых сообщений. Флэр надрал заняту с Макс. Пока с Макс разрушали верхнюю часть фреймбилдинг, смотрители ничего не смогли сделать, чтобы их остановить. Дерьмо. Прошлой ночью я почти не спал. Вчера меня терзали разные мысли. Но сколько бы я не думал об этом... Это была не моя вина. Я всего лишь субагент. Подобные операции следует планировать и передавать мне и штаб-квартиры. Дело в том, что... Я думаю, ты напортачил. Этот придурок просто должен был что-то сказать, да? Придурок. И еще шеф. Я здесь принимаю решение, выполняя мои приказы. Это она командовала мной при каждом удобном случае. Что случилось в этот раз? Что за ерунда? Незаконный оборот боеприпасов резко вырос, согласно недавним сообщениям в мессенджере. Ой, я забыл закрыть приложение для чтения новостей. Нужно посмотреть. Мать-одиночка в условиях финансовых трудностей ворует. Голодные граждане занимаются преступной деятельностью, кражей крышек, люков и так далее. Сыскатель разочарован невыполнением условий для выплаты пособий по безработице. Все эти преступления были вызваны нищетой. Люди, которые обвиняли в уклонении от уплаты налогов, теперь признаны невиновными. Состоятельному бизнесмену предъявлено обвинение в нападении. Ордер на арест отклонен. Будь то Флэр или полиция, я никому из них не доверяю. Глядя на все эти новости, удивительно, что у них возникли проблемы с доверием. Мне нужно просто приступить к работе. Ой, подождите. Мне стоит проверить мою точку сопровождения. Текущая статистика агента Б-12. 54 МАЙП, выше среднего. Окей, проверка завершена. Пошли. О боже, эй, посмотрите. Боже, некоторые ребята действительно занимаются таким бизнесом. Что бы это могло быть? Убери на дешевлина, давай прокатимся. На что ты смотришь? Знак. Выглядит артистично. Понимаешь? Разве это не супер? Ты понимаешь, что не сможешь устоять перед поездкой? Я не об этом. Ох, да ладно, я знаю, знаю. Просто в последнее время у меня почти нет новых клиентов. Ненавижу рассказывать тебе об этом, но... Этот Флэр на своём байке не очень хорошо влияет на бизнес, понимаешь? Что не так сделал Флэр? Эй, я не говорю, что он сделал что-то не так. Некоторое время назад у меня была куча клиентов, которые зачем-то ездили на большие расстояния. Теперь я подозреваю, что большинство из них были из Макс. Возможно, они что-то доставляли по вызову, я не знаю. Я не уверен, но я так думаю. Итак, ты хочешь, чтобы с Макс снова стали популярными? Конечно нет, братан. Нет, просто... Ей просто нужно больше клиентов. Откуда ты? Я понимаю. Они себя называют с Макс, но они всего лишь школьные хулиганы. Они убегают от Флэра, но не причиняют вреда гражданам. Потому что если они настроят граждан против себя, они не смогут здесь вести дела? Конечно! Это хорошо, что Флэр надирает задницу с Макс. Тем не менее, всё больше их лабораторий закрывается. Я вижу меньше людей на улице. Здесь очень тяжело вести бизнес. Вот что я хочу сказать. Эти парни думают, что причиной всего этого является Флэр. Так, на этом мы пока, ребят, с вами закончим, потому что время уже подошло к концу. И знаете, я, наверное, погорячился в прошлой серии, говоря про перевод. Потому что я вот сейчас поиграл, и в принципе перевод нормальный. Или же действительно... Блин. Перевод нормальный, или же наоборот в действительности тот патч, который вышел сегодня, как-то повлиял на более хороший перевод. Я не знаю, но, по крайней мере, сегодня мне перевод более-менее понравился. Да, он не идеален, но это лучше, чем было вообще до этого. Так что я думаю, мы с вами продолжим уже в стабильной форме проходить... Ну, вот не совсем героя. Хотел сказать на английском, но так заклейхиру, но что-то в последний момент передумал. Ну и вообще, насчет ситуации с этим вот заданием, которое мы с вами провалили. Я в действительности не считаю, что виноваты мы. Мы одни делали все, чтобы это задание выполнить. Ни Крис, ни Шеф... Ну, Флэра я не буду называть, потому что он просто ехал. Вот. Ни Крис, ни Шеф ничего не сделали сами. Ничего не предложили. Поэтому мы здесь не виноваты. В особенности я считаю виноватым Шефа. Потому что она главная, она должна была это все спланировать. А мы должны были это все только выполнить. Но она ничего не спланировала. Мы сделали, что могли. Виноваты не мы, виноват Шеф. Все. Надеюсь, вы мою позицию поддержите. Ну, а на этом пока что все. Если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, которые я все вижу, читаю, лайкаю и, конечно же, на них отвечаю. Ну и также не забывайте подписываться на этот канал, на мой второй канал, ссылка есть в описании. Присоединяйтесь к моему Дискорд-каналу, ссылка все так же есть в описании. Ну и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и все. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах.